Друзья, всем большой приветик! С вами Алиса, и сегодня мы будем покупать костюмчик для Красти и какое-то новогоднее украшение. Зловещая леденцовая пещера. Давайте посмотрим. Ну, совсем это даже не пещера, а пещерка, как по мне. Великая благодать! Как звучит? Это спасение для поца вроде меня, Красти и христианин. Все, остался только один персонаж уже для комплекта. Огромный бонус, друзья, от этой декорации. Это 4% конформометра. Сложное для меня слово. Очень смешное какое-то здание. Очень я сомневаюсь, что будет здесь какое-то анимированное задание, но мало ли. Может, не зря, но стоит 150 пончиков все-таки. Давайте возвращаться к нашему Красти. Ты слышал весть? О том, что Иисус спаситель наш? Лучше, я теперь христианин. Чудесно! И раз уж я самый известный христианский лев, ты должен показать меня в своем телевизионном шоу. Даже не знаю, у нас уже есть обезьяна. Ты готов получать пирогом по физиономии? Я могу вынести все. Добрая колдунья ведь уже приносила меня в жертву на каменном алтаре. Звучит забавно. Мы вам позвоним, если вы нам понадобитесь. Заставить Красти христианина причаститься, а Азлана докучать Красти по поводу работы. Так и хочет пойти на шоу. Ух ты! Сразу анимированное задание. Как всегда шутки от Симпсонов. Так. Миссис Клаус, вы тут нам мешаете. Давайте все уходите. Он у нас причащается венцом. И я смотрю, что он уже выпил больше, чем нужно. И даже закусывает. Очень смешное задание. Знаете, как они юморят. Я думала, будет что-то такое серьезное. Он пойдет в церковь, а тут ходит и пьет венцо. А Азлана мы не отправили. Пошел Красти-бургер. Ну да, где же еще у нас Красти бывает? Только у себя в Красти-бургере. Ух ты! Как давно она не разговаривала. Пап, принятие христианства – твоя новая причуда? Как тогда, когда увлекшись гидроциклами, ты стал разъезжать по гидроцикле по дому? Молится, перебирая католические четки. Понимая, трудно общаться с клоуном, который обрел спасение. Но я просто не могу не любить Иисуса. Кроме того, христианам нравятся мои стендап-шоу, потому что им нравится все не смешное. Заставить Красти репетировать христианский стендап, а Софи скептически относиться к отцу. Уже не впервой. Мы их быстренько отправляем и ускоряем, так как задания обычные. Надеюсь, они хоть в одном здании встретятся. О, отлично. Все тот же Красти-бургер. Красти, мы рады приветствовать тебя в нашем любящем сообществе. Ты когда-нибудь слышал о Десятине? Это такой веселый христианский обычай, по которому ты отдаешь мне 10% своего дохода. 10%? Именно столько берет мой агент. А за такие деньги вы сможете подгонять мне роли в кинофильмах? Боюсь, что нет. О, не расстраивайтесь. Мой агент тоже этого не может. Заставить Красти читать кинороли. А я думала, будет второе задание анимированное. Ну хорошо, мы подождем. Опять в Красти-бургер. Слышите, он еще и рождественские песни поет. Мне, наверное, придется отказаться от христианства, Софи. Слишком много правил, пап? Напротив, мне сказали, что я могу сделать что угодно, и при этом все равно попасть в рай, если покаюсь перед смертью. Плохой знак для человека с пристрастием к 43-м видам обезболивающих. Заставить Красти потерять самообладание. Ай, снова обычное задание. Слушайте, сколько персонажей участвуют в сюжетном задании. Очень удивительно и приятно. У меня плохие новости, пап. Красти больше не с нами. Только не говори мне, что он в индуизм ударился. Вишну мне постоянно это припоминает. Расслабься. Он последние пять часов потратил на поклонение бутылки бурбона. Да как это? Как это все? Да ну! Четыре части! Вот это да! А где сам Красти-то спрятался? А второе, кстати, задание нам так и не показали. Вот оно. Трезветь в доме размышлений. 12 часов. Интересно, дом размышлений. Это тоже будет Красти-бургер? Коробка. Мне плохо видно, там то ли пирог. Куда пошел? Ну это ж как бы не дом размышлений. Нет, он ходит по городу. Вот опять называют задания, которые соответствуют немножко реальности. Это у него такой квест просто. Знаете как? Совместить молитву и занятия спортом. Прошел два шага, давай на коленка, на одно, на второе. Помолился, встал, пошел дальше. Ну, очень полезно для тела и души, как говорится. Костюмчик. Костюмчик. Я бы не сказала, что какой-то прям очень яркий, да. У нас есть костюм, по-моему, оперного певца, где он в черном костюме. Этот такой незрачный, серенький. Ну, я бы даже не очень хотела его одевать в него. Но он совсем потеряется как-то в городе. Задания? Тоже у меня большой вопрос. В общем-то, особых каких-то вау-упечатлений этот костюм не производит. Анимации вот с той декорацией, которую мы получили, леденцовая пещера тоже не было. Поэтому, друзья, если у вас мало пончиков, я вам не рекомендую покупать этот костюм. Лучше потратить эти пончики на тот же загадочный зимний альбом, либо на обычный фотоальбом. Ну, и, конечно же, я жду ваших впечатлений по поводу нашего красти-христианина, делового спортсмена. Как он вам? Обязательно напишите свое мнение. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока!